Номинально будет как бы очно, но формально будет именно дистанционно. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Рады приветствовать вас на канале Белокомнатный. И сегодня мы вновь говорим об образовании. А именно о том, что в Государственной Думе во втором чтении 17 февраля будет происходить рассмотрение о внесении изменений в статью номер 16 Федерального закона об образовании в Российской Федерации. Изменения касаются именно дистанционного обучения, формата дистанционного обучения. Как они пишутся и пояснительные записки, что будет рассмотрено внесение изменений в статью по утверждению порядка применения электронного обучения дистанционных образовательных технологий при реализации основных дополнительных общеобразовательных программ. Это говорит о том, что электронное обучение и дистанционное образование хотят узаконить. Дистанционное обучение в ряде случаев может быть и нужно. В дальних школах, при эпидемиях и так далее и тому подобное. Мы от него уже как бы не уйдем. Узаконивать его можно. Электронное обучение, оно есть, в интернете мы все лазим. И казалось бы, как бы ничего тут страшного-то в принципе нет. Дорогие друзья, важное уточнение. Дистанционное обучение, если узаконивать, то как отдельную форму обучения. Обучение наряду с очным, наряду с заочным, с домашним, с семейным и другими формами обучения, которые у нас в Российской Федерации используются. Потому что если не сделать, то есть не конкретизировать этот момент. И оставить это как применение при реализации основных дополнительных общеобразовательных программ, то есть можно в очном образовании это использовать, в заочном, семейном, в дополнительных общеобразовательных программах, в кружках каких-то там и так далее и тому подобное. То получается, что эта технология электронного обучения, она автоматически входит во все вот эти вот формы обучения, о которых мы проговорили. То есть закон не предусматривает разделение этих форм обучения, а предусматривает внедрение одного в другое. А значит, как следствие, давайте смотреть чуть дальше, да, и заглядывать вглубь, предсказывайте события, которые могут за этим последовать. Это значит, что любая, в любой момент, любая организация по той или иной причине, которую она для себя сочтет нужной, может видоизменить свою форму обучения на ту или иную, в частности, например, сочного перейти на дистанционную. И закон будет ей в этом потворствовать. То есть мы таким образом, этот закон может, по сути, уравнять очное образование и дистанционное. Ну, как бы, да, мы понимаем прекрасно, что есть люди, которые хотят обучаться дистанционно. Это их право. Это их право, да. Они хотят обучаться на электронных платформах. Это тоже их право, да. Но пусть тогда они это делают отдельно, да. То есть зачем все общество под эти процессы... Ну, тут надо разделить просто, так мне кажется, сферы принятия решений. Кто принимает решение о переходе на ту или иную форму обучения? Образовательная организация? Или, например, сам родитель, который ответственен за ученика и выбирает ту форму обучения, которую считает правильной и наиболее приемлемой для своего ребенка. Как это у нас в законе, в общем-то, и есть. Как мы считаем, следует дистанционное обучение, если уж его и узаканивать, как форму, которая нравится многим, ну, может быть и немногим, но кому-то она нравится точно. Она должна быть как выбор. Ну, это должен быть выбор родителей, а не образовательных организаций. Это не должно идти на уровне, так скажем, внедрения во все школы, по всей России практически на государственном уровне. Это должен быть выбор отдельно каждого родителя. Потому что, если сделать, все-таки оставить эту нотку по образовательным организациям, что может быть в дальнейшем случиться? Любая, любой чих, извините, любая маломальская эпидемия, любой повод можно будет использовать для того, чтобы ту или иную организацию уводить на дистант. У вас там потолки не покрашены? На дистант. У вас не хватает учителей? На дистант. У вас что-то там не так работает в кастрюле недостаточно чистой в вашей кухне? На дистант. Потом еще, знаете, у меня вот, например, такой вот вопрос. Очное обучение, оно подразумевает все-таки работу с педагогом, с преподаванием. То есть, когда ребенок общается лично, да, с глазу на глаз, так скажем, да, с учителем. И мы знаем, мы все вышедшие из этого образования, мы знаем, каково это, да. И мы понимаем последствия тоже этого, да, что обычно это такое образование, которое в себе несет и эмоциональный уровень, и чувственный, да, вот там проживание какое-то, да, и эмпатии какие-то и так далее. То есть, это всегда в плюс. Вот. Если при таком раскладе, как сейчас хотят внести дистанционное вот в этот образовательный очный процесс, любой учитель может в свой образовательный процесс, в свой урок вставлять большую часть, например, какой-то там цифровой платформы, да, включили, дети сидят, смотрят, вроде как-то на очном, да. Но ты сидишь, смотришь, и в конце тебе учитель сказал, ну что, ребята, все поняли, да, а теперь домашнее задание. А если и не поняли, ну, урок же уже закончился, дома разберетесь, посмотрите еще раз. Вот, да, посмотрите еще раз, вот зайдете вот по этой ссылочке и пройдете. Вот, то есть, номинально будет как бы очно, но формально будет именно дистанционно, то есть, будет именно электронное обучение. Тогда у меня вопрос. В аттестате, в конце, когда ребенок будет получать аттестат за девятый класс, за одиннадцатый класс, у него что должно стоять, очное или заочное, или, я не знаю, там, дистанционное обучение. Потому что мы же прекрасно понимаем, когда человек, например, заканчивает высшее забеление очно, там пишут, обучался на очном. Если он заканчивал на заочном, пишут, обучался на заочном. И это какая-то некая такая статусность. То есть, очность, это всегда более высокая статусность. И мы это прекрасно все понимаем. Здесь, для детей, будут писать очное, но подразумевать дистант. Как это будет регулироваться? Я тут думаю, тут еще, знаешь, какая, дорогие друзья, знаете, какая еще вещь за этим может крыться? Качество образования будущих педагогов. Надо ли тебе быть в таком случае преподавателем от Бога, чтобы уметь включить ту или иную программку на своем собственном уроке? Необходимы ли тебе психологические, педагогические навыки? Тебе может хватить, может быть, трех классов математики для того, чтобы преподавать ту же самую математику в школе. Какого качества педагоги вслед за этим законом будут у нас в школе? А вот смотри, кстати говоря, в пояснительной записке ведь они пишут. Принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных нормативно-правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников. Определение перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнение домашних заданий, продолжительность урока, проведение итоговой тестации и другое. То есть они прекрасно понимают, что за этим может последовать. Роль педагога в данном случае будет очень сильно снижена, а значит и качество самого педагога. То есть тебе не надо уже будет иметь высшее образование, по сути, для того, чтобы преподавать те или иные предметы. Педагогическое высшее образование. Педагогическое, соответственно. Да, педагогическое и профильное какое-то именно по тому предмету, который ты преподаешь. Зачем? У тебя надо привезти детей в школу, усадить их за партой и включить. Все. Нажать кнопочку. Так что, друзья, 17 февраля состоится во втором чтении рассмотрения данного законопроекта, вернее внесения поправок в этот законопроект. Что мы предлагаем? Мы предлагаем следующее. В конце, внизу под нашим видео будет даны ссылочки. Ссылки, где будет четко и конкретно написано, какие письма можно писать, заполнять и отправлять. И куда отправлять. Сразу же хотим сказать, что вы можете выходить на одиночные пикеты, фотографировать свои одиночные пикеты и высылать фотографии лично госпоже Матвиенко и господину Володину. Вот. Это очень важно. Как это делать? Как это правильно сделать? Ссылочка внизу. Вы, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Можно отправить письменное обращение Почта России. Адреса тоже будут указаны ниже под нашим видео. Так что заходите обязательно в описание. Все читайте, там все подробно расписано. Нам сейчас важно создать максимально большую родительскую волну, именно чтобы скорректировать этот процесс. И направить его в нам нужном направлении. Еще важен такой момент, когда вы будете писать письма, обратите, пожалуйста, внимание на то, что лучше всего использовать услугу уведомления и опись вложения документов. Потому что там, например, вы будете писать заявление, протест, да, или там слать фотографию. Вот. Чтобы в случае чего не могли сказать о том, что там, а, вот этого документа у вас не было. Вот. Можно также еще отправить устное сообщение на имя Валентины Ивановны Матвиенко. Телефончик внизу под нашим видео мы вам дадим. Вот. Это секретариат ее. Вот. Факс, телефон приемной. И также Вячеслава Викторовича Володина, председателя Государственной Думы Федерального Собрания. Вот. Тоже адрес приемной мы вам дадим. Пожалуйста, воспользуемся этим моментом. Все родители, давайте сейчас поднимем, как уже сказал Саша, большую волну для того, чтобы наших детей все-таки как-то от этого уберечь. И вы знаете, еще хотелось... Чтобы разграничить просто вот эти вот вещи. Дистанционные, очные, чтобы это было четко проведена, конкретная граница, а не такая расплывчатая, как сейчас она, какой она сейчас представляется. И вы знаете, вот в заключении мне бы хотелось вот просто вам еще вслед того, чтобы, так сказать, подстегнуть ваше вот решение все-таки написать, позвонить, да, войти в этот процесс, зачитаю вам из пояснительной записки немножечко. Вот в самом конце, что они пишут, пояснительные записки. А реализация законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Вот знаете, вот это вот лукавство, вот, то, что он не повлечет негативных социально-экономических последствий, но... Ну вот надо его развеять. Повлечет. Повлечет. Потому что, ну нельзя, как мы уже сказали, что за этим может стоять. Надо четко все-таки стараться трезво смотреть на вещи и, соответственно, вовремя реагировать. Да. Вот. И последняя ремарка. Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. У меня вот эти вот вещи, они мне всегда, вот знаете, вот... Ой, потряхивают, так скажем, это, как бы вот, мягко сказано, потряхивают, да, вот, что наши законы должны соотвечать положениям договора о Евразийском экономическом союзе. Вот, давайте все-таки мы будем здравыми людьми, вот, и не будем соотвечать Евразийскому экономическому союзу, а нашему, российскому. Нашим собственным задачам и целям. В общем, не отдадим наших детей, а за их будущее мы несем ответственность. Пишите, звоните, все в наших руках. 17-го числа следим за этим процессом. Сейчас наша задача завалить Государственную Думу и госпожу Матвиенко, спикера Совета Федерации, письмами и звонками, чтобы они понимали, что народ против... Если вы с вами согласны, подключайтесь.